Музыка Ассистендов — это киберсоревнование в сфере информационной безопасности. Если коротко, то так. Формат такой был выбран в том числе и из-за удаленки, потому что «Зестендов» проходил в рамках «ПХДС» около четырех лет. И сейчас мы решили вывести как самостоятельный продукт, как самостоятельную единицу, значит, уже превратить это в свой формат. Это формат, который в том числе нам диктует наш современный мир, то есть это онлайн, это большой онлайн-портал. Ну и там сейчас проходят все соревнования, доклады и все самое интересное. Безусловно, нельзя было обойтись без каких-то компетенций очень важных. У нас есть на платформе и трек с докладами. Доклады в этом году посвящены offensive и defensive темы. И также есть доклады, которые посвящены так называемому менеджменту ВУБ. То есть вот так. В основном это доклады, которые направлены на то, чтобы правильную информационную безопасность в своей компании построить. То есть там поднимаются такие менеджерские темы для того, чтобы помочь нашим зрителям, может быть, сформировать какие-то ответы на свои вопросы, которые day by day имеют директора по информационной безопасности у себя в своих компаниях. Мы смотрели тоже на эту всю историю, думали, кто же может быть аналогом, но нам кажется, что аналогов нет. Нам кажется, что мы первые дерзнули и сделали это именно несколько лет назад в рамках постов Hack Days. И когда мы из соревнования CTF переехали в более реальный мир, и для нас показалось, что это как раз та история, которая нужна нашему миру. Здесь же все-таки есть возможность реальную инфраструктуру, реально ее пощупать, понять, как она работает, как она работает, когда на нее происходит атака. То есть это очень круто, что это все приближено максимально к жизни. В принципе, было достаточно просто объяснить, что такое участие в стенд-оффе. Но что такое участие в виртуальном мероприятии, пока такой культуры у нас, к сожалению, нет. Мы только ее начинаем формировать, поэтому те же партнеры, они не понимали, что они получат, придя на платформу, как она будет работать, какие есть нюансы, какая есть специфика. Так как такой культуры пока еще у нас нет в нашей индустрии, мы ее только сейчас начинаем более активно осваивать. Да, безусловно, мы делали различные эфиры, различные трансляции, но не так, как сейчас. То есть у тебя всегда есть оффлайн-часть, на которую ты можешь прийти, посмотреть, поставить стенд, разложить раздатку. Как это работает в новой среде, здесь были небольшие сложности. Однако хочется заметить и поблагодарить, что действительно очень большое количество партнеров нас поддержало. У нас их, насколько я помню, более 20. Собственно, это те или иные компании, которые участвовали там как в спонсорстве, так и действительно в партнерстве, предоставляли железо и предоставляли СОПО. Уникальный случай. В общем-то, мы хотели раскрывать плеера YouTube. И в день мероприятия, буквально за пару часов, YouTube, к сожалению, сменил настройки. И весь онлайн-эфир не пошел. Слава богу, случилась такая история, что я лично там перезаложилась и имела вторую платформу Facecast. И именно благодаря этому наши зрители увидели эфир в первый день. Мы настроили ее буквально там за 30 минут до эфира, мы переехали на нее. Всегда нужно иметь какой-то бэкграунд и всегда план Б нужно иметь. Были ДТОС-атаки, особенно в первый день. Но вроде как наши ребята, эксперты говорят, что мы достаточно достойно устояли. И, в принципе, как бы все прошло хорошо. В первый день трансляцию посмотрело 13 тысяч зрителей. Во второй, разумеется, был небольшой спад, но это как бы ожидаемо. Спикеры выходили все в онлайн. Были некоторые сессии, которые мы снимали на площадке, но это скорее исключительный случай, когда нужен был прям непосредственно диалог, потому что победить все-таки виртуальную среду и преодолеть это эмоциональное разделение было достаточно непросто. Соответственно, мы все равно, несмотря на наш онлайн-формат, мы оставили и сохранили много параллельных потоков. То есть на Pahodays их бывает около 10, здесь их было 8. Мы ввели в расписание возможность партнерам сформировать свою программу и показать ее у себя на странице. Помимо команды Positive Technologies, которые являются главным организатором этого события, собственно, в организации от Pazitiva участвовало более 100 человек. У нас столько камер на площадке, столько интернета на площадке, электричества. И, конечно, нужно сказать большое спасибо нашим подрядчикам, которые просто силой своей, своим профессионализмом помогли преодолеть нам все трудности. Это тоже более 100 человек. Те люди, которые организовывали онлайн-эфиры, которые организовывали различные потоки, стримы и, собственно, являлись техническим таким бэкстейджем и непосредственно теми людьми, которые вели трансляции и прочее. Что радует, то, что люди говорят, что действительно, сравниваясь даже с мировыми международными конференциями, это уровень просто, цитирую, пушка. И, соответственно, очень хороший фидбэк. Говорят, что даже через онлайн почувствовался этот наш размах. Это позитивный такой вот большой взгляд. Мы не хотели делать что-то такое в зуме, что-то такое простое. Мы пошли путем телемостов. Мы реально интегрировали разные-разные технологии на нашей платформе, чтобы обеспечить действительно ощущение, что люди, они как бы с нами, все друг с другом. У нас есть в мейнстейдже телемосты, где мы из разных городов и стран соединяли в одну конференцию людей, и они, собственно, говорили, обсуждали различные темы. И это, конечно, отмечают наши зрители. Говорят, очень красивая картинка, говорят про очень классное качество эфира, про все равно даже через онлайн атмосферу, потому что с нами наш диджей по-прежнему, который работает на посте в Хакдейс. Очень отмечают, что стал понятен сам стенд-офф. Для нас это было самым важным, потому что обычно, когда ты приходишь на Хакдейс, у тебя разбегаются глаза, тут конкурсы, тут что-то еще. И сама суть этого проекта, этого продукта, она, к сожалению, немножечко размыта. Сейчас на портале сделан Battlefield, и все наши партнеры, клиенты, наши друзья заходят на эту страничку, и они начинают понимать, как это их касается, и как это работает на самом деле. Это для нас большой прорыв, мы к этому шли, и для нас это был такой особый челлендж. У нас очень большие планы на стенд-офф, сейчас мы получили очень классный отклик от тех людей, которые видели это все. Мы хотим дальше развивать, мы хотим увеличивать региональность и международность, мы хотим вовлекать больше команд. Кстати, в этом году в стенд-оффе соревновалось 29 команд нападающих и 6 команд защитников. Мы хотим привлекать людей в нескольких областях, как команды защитников, так и команды нападающих. При этом ты еще можешь проверить свой продукт, устроить его в стенд-офф и посмотреть, как он работает действительно в критической ситуации. Поэтому у нас очень большие планы, мы хотим сделать его 365. Мы хотим иметь возможность теперь, благодаря нашей платформе, коммуницировать и доносить какие-то основные тренды и месседжи мира информационной безопасности.